всем привет мои хорошие ну что соскучились по готовке я собственно говоря да я давно уже не готовила ничего такого отдельного но мне честно говоря понравилось снимать влоги поэтому я готовку сейчас уже включаю во влоге у меня в каждом почти влоге есть какая-то готовка вот ну а то что я приготовить решила сейчас я решила снять отдельное видео потому что но здесь будет в основном готовкой при том что я хочу приготовить три блюда мы уже соскучились может быть многие по макдональдсу так как это закрыты у нас кафешки всякие в общем что-нибудь такое подобное мы сделаем дома что я собственно хочу сделать я хочу сделать картофель free наггетсы куриные и соус сырный буду я все это готовить мульти кухни redmond наггетсы и картофель free я буду готовить вот в такой вот сеточки видите какая у меня сеточка есть и я кстати ни разу ее еще не использовала вот как раз пришло время ее протестировать вот но сначала я сделаю сначала соус сырный потому что мне нужно будет потом чашу освободить я соус буду готовить в чаше а потом уже туда залью масло растительное и буду делать уже можно сказать free картошку free курицу free курицу free то есть наггетс для сырного соуса нам понадобится твердый сыр 100 грамм 150 миллилитров сливок но желательно 30 процентных но у меня 30 процентных нету здесь 10 процентные и один зубочек чеснока 3 грамма чеснока вот немножечко соли в общем крупная терка и все я поставила режим соус 20 минут ну и сюда я отправила сыр на крупной терке тертый чеснок выдавила выливаю сюда сливки и немножечко надо подсолить если кто-то любит какие-то специи можно добавить специи и теперь мне нужно все это помешивать непрерывно до окончания программы потом посмотрим что у меня тут будет ну вот так вот она кипит в общем режим соусом в принципе не такой уж и медленный можно сказать кипит хорошо поэтому чтобы она не подгорала прошло только четыре минуты нужно просто все время мешать прошло уже семь минут ну вот она уже не бурлит я не знаю почему это видно работа такая мати кухни скорее всего она сначала разогревается а потом она уже просто поддерживает температуру нужную чтобы она все это плавилось но не кипела я так думаю уже 10 минут прошло и осталось еще 10 минут ну в общем программу соус я честно говоря использую впервые я не знала в общем как эта программа работает но как я понимаю она немножко закипает потом пару минут как бы отдыхает да то есть она очень 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 слабое кипение я не знаю какая температура здесь ну в общем постоянно мешать не обязательно сейчас она чуть-чуть покипит и опять она утихнет в общем вот так вот до конца программы но я все равно стою рядом и периодически помешиваю сейчас уже видите не кипит а то может быть опять немножко покипит опять нибудь но ничего не пригорит это уж точно программа соус вот так вот она оказывается работает ну вот до конца программы осталось меньше минуты она сейчас не кипит но слегка слегка и все сейчас пропикает сигнал и тогда я немножечко остужу дам остыть и перелив баночку потом приступим к следующему блюду вот такой вот объем у меня получился этого сырного соуса он уже подостыл и сейчас я буду готовить картошку фри и наггетсы буду готовить сразу картошку фри 200 грамм это где-то средняя картофеля на вот такая немножко крупноватая можно купить картофель фри замороженный уже полуфабрикат но в магазине его не было и поэтому я нарежу картошку где-то соломкой примерно по 0 5 где-то по пол сантиметра вот так вот в общем вот такие вот такой толщины 0 5 и потом соломочкой порежу честно говоря картофель фри я никогда сама не готовила поэтому сейчас для меня это такое знаете эксперимент вообще вот это вот я готовлю впервые и и картофель фри и наггетсы и соус и такого никогда раньше не делала ну вот будет такой опыт у меня а что еще делать на карантине правильно вот такая вот соломка теперь ее нужно подсолить можно добавить специи если у кого-то какие-то любимые специи но я больше ничего кроме соли добавлять туда не буду густо посолю соль по вкусу кто какой любит я обычно вообще не до соленого цвета не будет нормально так все картошечку отставим в сторону дело в том что я буду сетку и накладывать ее должно быть немного для того чтобы не наливать прям слишком много масла поэтому вот небольшую порцию готовлю дальше я взвесила 340 грамм куриного филе у меня весы поэтому я взвешиваю но это примерно полторы грудки и нужно порезать ее на где-то два с половиной три сантиметра кубики написано но я смотрю что кубики они в общем-то какие-то плоские поэтому надо смотреть надо будет тоже чтобы они за один раз приготовились поэтому я не знаю какие кубики вот примерно вот такие вот они должны быть но если картошка будет готовиться кипеть две минуты то это будет кипеть минут 15 по моему по рецепту поэтому я думаю что примерно вот так вот где-то я такие вот порежу кусочки я думаю это будет нормально куриного филе тоже можно посолить какие-нибудь специи добавить которые вы любите но у меня есть приправа для курицы я чуть-чуть ее добавлю чуть-чуть перчика добавлю и немножко такой вот приправы для курицы чуть-чуть теперь все это перемешаем хорошенько еще для куриного филе нам понадобится яйца и панировочные сухари ну по рецепту написано три яйца я думаю 2 яйца вполне достаточно но яйца нужно взбить я их забью вот так вот белочка можно венчиком я думаю чтобы чуть-чуть еще ту же представить я хочу наггетсы приготовить сразу уже полуфабрикат для того чтобы потом мне было удобно сразу вытащить картошку вынуть картошку и потом уже сразу туда закинуть наггетсы поэтому я думаю сделать вот что я пожалуй сюда сразу налью зачем обмакивать я сразу налью сюда яйцо мне кажется 1 яйца тоже было бы достаточно вполне для этого зачем 3 яйца непонятно а 3 яйца это в рецептурной книге написано вот там где у нас 200 рецептов вот так вот раз вот такие вот кусочки приготовлю я сюда положу вот такие наггетсы у нас получится ну что мои хорошие вот я обваляла в яйце панировочных сухарях обваляла наггетсы я не знаю их резала вроде бы так на глаз как мне казалось но я не знаю размеры такие не такие подойдет не подойдет хоть там и написано их укладывать в сеточку нужно будет в один слой но я так думаю что их может быть получилось больше чем нужно и может быть нужно будет два захода делать не знаю но посмотрим может быть уложится в один слой или нет картошку уже подготовила положила на сеточку и жду пока вот масло разогреется нот 15 минут осталось мне еще через две минуты нужно будет уже отправлять туда картошку масло я наверное уже разогрелась уже распошел обратный отсчет вот ну и какое масло я использовала масло 700 миллилитров и я налила вот это золотая семечка рафинированная дезодорированная в общем для жарки подходит вот такое масло нужно аккуратно потому что горячее масло чтобы не обжечься нужно все делать аккуратненько 14 минут и вот через минуту я все это буду сейчас опускать вот мне еще нужно будет наверное подготовить какую-то мисочку тарелочку куда я буду складывать потом эту картошку сразу поднять ее сеткой и сразу надо будет складывать так но я готова в общем все 13 минут опускаем ну все пускай жарится ну вот видите она в масле вот так он должно кипеть не сильно слабенько я думаю что если у кого-то нету такой мульти кухни то это можно сделать может быть даже на плите на слабом огне просто в кастрюльку может быть дуршлаг металлический у кого-то есть опустить ну можно это делать все я думаю из подручных средств если захотеть то можно и сделать интересно мне было бы знать вот напишите если кто-то делал картофель фри из подручных средств у кого допустим нет вот такой сеточки и нету такой мульти кухни вот как вы это делали поделитесь своим опытом в комментариях ну все я буду ждать конца времени так как я картошечку порезала узко то может быть она приготовиться раньше поэтому я буду поглядывать и буду стоять здесь рядом в общем то мне нравится как тут все кипит симпатично все это смотрится я от наггетсы вот так вот разложила и что-то мне так кажется что это наверное все таки 2 2 захода придется делать да прям не знаю думал один но посмотрим посмотрим так у нас осталось 7 минут тут все прекрасно кипит ну-ка заглянем вот смотрите какая картошечка но она не подрумянилась еще но она так подсушивается я не знаю какой толщины нужно было ее резать ну как на картинке мне показалось там она где-то по пол сантиметра сейчас я посмотрю может быть ее выну раньше потому что мне кажется она у меня узенькая и чтобы прям совсем она сухарики не превратилась осталось 4 минуты и мне кажется что нужно уже картошку вынимать я так думаю что она у меня уже готова она же так узенько порезана разве она не может быть готова как думаете так наверное я ее сейчас возьму и попробую возьму ее и попробую одну штучку так она уже мягкая так я даже пробовать не буду я вижу что она уже готова поэтому я ее сейчас так вот в общем-то мне немного масла высыпаю ее в тарелочку надо помочь второй рукой вторая рука мне держит камеру и липла не хочет отлипать это наверно потому что я ее мокрую положила она по прилипал на период приходится так отсюда делаем вывод значит мокрую картошку надо не ложить заранее в холодную до сетку а нужно сетку наверное опустить а потом туда же закинуть картошку и она уже будет там плавать они будут прилипать к сетке вот какой вывод я делаю это же что получается безобразие я ломаю картошку не жалко ломать но придется ее придется сейчас поломать и сетку помыть и что это такое ай труды мои труды ну ладно первый блин комом так я поставила опять режим фритюр 15 минут мясо и вот эти наггетсы я просто уложила вот так вот ребром положила таким образом чтобы они все поместились потому что на второй заход меня уже не хватит опускаем ну все оно все утонуло я думаю за 15 минут она все приготовится слипнется или нет не знаю так ну что у нас остается одна минута и в общем то куриные наггетсы уже готовы будут так что я решила сделать девочки я решила и немножечко реабилитироваться вот такая картошка у меня получилось впервые может быть из-за того что я ее тоненько нарезала потом я ее не дожарила и она она готова но она мягкая получилось никак не сухарики вот я знаю что фри они как сухарики а может быть специально полуфабрикаты какие-то делает в общем решила про экспериментировать взяла еще одну картошечку порезала ее немножко покрупнее где-то по сантиметру толщиной такие вот стружечки и хочу приготовить ее именно 13 минут как и написано в рецепте и посмотрим что из этого выйдет тут у нас уже пропикала я все это вынимаю о какая красота сейчас немножечко стечет и посмотрим как они вообще думаю то должно быть но они могут тоже слипнуться может и нет сейчас проверим ну-ка в общем то вот они как-то вроде но из-за того что они в панировочных сухарях поэтому они видите отлипают я думаю что их сейчас легко их отсюда вытащу все они легко вытащились они целенькие в панировочных сухарях все прекрасно все отлично так но теперь я включаю опять режим теперь я уже просто буду делать по-другому я хочу притер так старт я хочу уже закинуть картошку туда но так как масло у нас разогрета я не буду ждать я просто 13 минут выдержу и потом я это все потом выключу так ну что масло у нас горячая на кипит я сейчас буду бросать картошку прямо сюда масло вот так мы только она попробовать прилипнуть к сетке я думаю не должно вот так видите сразу видно что человек никогда этого не делал первый раз делаю для наведите не очень сейчас я вижу что она плавает свободном плавание картошка и в общем надеюсь что она теперь не прилипнет ну посмотрим через 13 минут ну что время подошло к концу у меня к сожалению таймер не включился я его видно забыла включить поэтому я уже по часам смотрела время я вижу что время уже вышло видите у меня картошечка она плавает в масле и я когда жарила и я просто ее со дна сразу зацепила и она у меня видите спула она всплывает так что все уже меня включаю мульти кухню и вот она картошечка как она выглядит вот это совсем другое дело вот совсем другое дело да вот все отошло ну все это масло у меня уже теперь непригодная я никуда его использовать не буду можно конечно еще пожарить картошку free но мне достаточно сейчас немножко остынет и будем пробовать ну вот смотрите вот такая красота у меня получилось это уже вторая картошка которая делала вторым заходом и вот будем сейчас пробовать ну вот все готово мне не терпится уже попробовать девчата такие наггетсы прикольные симпатичные до получились ну давайте попробуем сырный соус в этот прямо окуну я сырный соус немножечко попробовала он в принципе получился неплохой но не совсем такой как вообще вот продается в этих самых вот штучках когда в макдональдсе там он такой знаете как-то так бы тягучий как плавленый сыр здесь он видите он немножко остыл и он стал уже вот такой его можно прям как масло намазывать но я думаю что все равно это с этими наггетсами будет вкусненько можно с хлебом просто поесть вот и вкусно и готова все вкусненько куриное пиле отлично картошечка видите такая целенькая тоже немножко сырье акуну чуть-чуть прикольно все вкусно мне нравится сейчас пойду к телевизору включу какую-нибудь интересную передачу и вот поем сейчас вот все наггетсы с этой картошечкой конечно это не диетическое питание но что делать тут хочется иногда чем-то себя таким вот побаловать необычным я такое делаю первый раз я не думаю что это буду делать часто это очень-очень редко я даже не знаю когда следующий раз я захочу перевести растительного масла 700 миллилитров вот поэтому ну вот для разнообразия знаете сидишь дома все время одно и то же готовишь одно и то же вот уже кушаешь уже как-то поднадоела вся эта моя готовка я вот решила взять и сделать что-то такое чего я никогда не делала какой-то новый вкус ну что прикольненько мне понравилось ну а на этом я хочу свое видео завершить кому моё видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока 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 пока